Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире музыкальная передача «В ритме Петербурга» и я, ее ведущий, Тимофей Зудин. Наш сегодняшний гость – певец, поэт, музыкант, композитор, актер и вообще многогранный человек. Он занимается фотографией, переводит зарубежных поэтов, увлекается буддизмом и другими духовными практиками. Это артист со своим голосом, со своим лицом, со своими неповторимыми интонациями. Он сменил множество городов и стран, записал 23 альбома, сочинил более 300 песен. Он говорит на четырех языках, прекрасно играет на гитаре, баяне, саксофоне. И мне очень приятно сказать, что его творческий путь начался именно здесь, в Петербурге. Ты не достроил на песке безумно дивный и чудный город. А я спешил к тебе, но он, увы, тебе уже не был дорог. Ты не забыл бы пасть теперь обо мне, Но я достроил снова твой дивный и чудный город. Ты пошел войной на мой безумно дивный и чудный город. Ты сравнял с песком мой безупречно дивный и чудный город. Ты не забудешь постепенно обо мне, А я достроил снова твой безумно дивный и чудный город. Ты с головой ушел войной, твои глаза сжигают город. А я открыл окно, быть может, ты услышишь звуки в город. Ты забудешь постепенно о войне, И миллионами от ней тебя прелестит мой чудный город. Ты не достроил на песке безумно дивный и чудный город. Встречайте, сегодня у нас в студии Павел Кашин. Павел, здравствуйте. Добрый день. Вы начали с песни, которая была написана в 92-м году, Одной из самых известных. О каком городе вы поете? Все петербуржцы мои друзья сказали, Ну, Паш, с такой песней, конечно, ты звездой не станешь. Единственный, кто сказал, Деденев, Паш, вот эту надо снимать. Тем не менее, знаменитым вы стали с этой песней, И на нее появился первый клип, А тогда вообще, наверное, клипы были в новинку. Ночью ездили машины, ленфильмовские вот эти старинные. Все замерзли страшно. Это очень сложно снимать. Он же очень дорогой был. 800 долларов? Мне друзья дали 800, Деденев сказал, ну, на 800 мы не можем снять. Оставил им кассету. Звонят, Паш, что-то мы поставили кассету, И никто не ушел до конца, не дослушав. Давай, приходи, посмотрим, как снимать на 800 долларов. Можно сказать, что после выхода этого клипа Вы буквально проснулись знаменитым? Через год примерно. Во-первых, никто никогда не говорил, кто это поет. Очень редко было в титрах написано. Все слышали песню, не знали, что это такое. Следующая песня посвящена 90-м. Их называют по-разному. И веселые, и лихие, и ревущие. Вот для вас какими они были? Я думал, что они были страшные. Я сейчас все вспоминаю, как самые интересные годы вообще. Удивительное явление. Вот многие так говорят. Почему? А потому что, ну, идешь из клуба домой, раз, вдруг много Мерседесов, перестрелка-то в середине перестрелки. Вы же в Петербурге как раз жили, да, в эти годы? Каким город наш был? Когда приезжаешь из Кустана и выходишь на Невский, то понимаешь, что жить можно только в Петербурге. А сейчас, наверное, можно вспомнить, что тротуары были никакие, там, ну, ничего не было. Но было 23 года, и было все очень хорошо. То было черной зимой, мы думали, мы умираем, мы думали, тридцать седьмой год нам покажут сараем. Повсюду плыли мосты, и полыхали столицы, и как пустые холсты, опустошенные лица вдруг застывали на Невском. Как на общем портрете она спасала любовь, мы ликовали, как дети. Подогревая любовь неразведенным роялем, мы видели все бытовое. Как из-за шелтой буали, они глядели глазами, как на зайцев борзые, как на дубовых столах. Мы танцевали басы и освещали пивную, как два источника света, И я в реальность виную, как унесенные ветра. Было страшное время, страна застыла, как студень, и лишь на грани горенья мы вспоминали, что люди. Мы сочиняли стихи, брат ополчался на брата, мы укращали стихию, одною силою мата. И мир косился в тирановник с неугасимой инерцией, а мы хранили любовь в неумирающем сердце. Да было черной зимой, мы думали, мы умираем, мы думали, в 37-й год нам покажут сараем. Повсюду полили мосты и полыхали столицы, и как на пустые холсты опустошенные лица вдруг застывали на Невском, как на общем портрете она спасала любовь, мы ликовали, как дети. Да уж, кто жил в 90-х, тот вспомнит, а кто это не пережил, тот поймет, потому что эпоха описана очень точно. Вы говорите на четырех языках. Вы в США изучали английскую литературу, английско-американскую поэзию. Занимались переводами и даже придумали собственный язык, называется он неола. Что это за язык? Неола — это новолатынь, это поэтический язык, а бытовой — роджер, романо-германский, роман-джерман. Этот язык можно учить за четыре часа, он состоит из всех слов, которые существуют иностранно в русском языке и в остальных шести языках. А можно строчку? Эйон Зинга. А как это переводится? Ну вы же знаете всю машинку Зингер. Да. По-немецки это певец. А, ну вообще логично. Да у нас более того и дом певца есть на Невском проспекте. Да, можно сказать, что следующая песня, она как раз и появилась благодаря вашему увлечению языками. Когда вы переводили тексты поэтов французских... Было стихотворение, где девушка в башне сидит, и она ждет мужчину, а я сделал из этого песню. Счастье Счастье, как бусина в чане холодной воды Прошло, потеряло свой цвет Мне до тебя, как до полярной звезды Хватит и тысячи лет Мой телефон отмерзавис и остыл На высшем из уровней пустоты И больше не важно, кто мне звонил Если это не ты И больше не важно, кто мне звонил Если это не ты О-о-о-о-о-о-о-о-о Взвеют, как плага надежды В остывшей войне В сфере потерянных Мертвых идей Какое мне дело, сколько сгинет людей Речь Речь Обо мне О-о-о-е-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о-о-о С Если ли это не ты И больше не важно, кто мне звонил Если ли это не ты Субтитры сделал DimaTorzok И больше не важно, кто мне звонил Если ли это не ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Павел, несмотря на ваше увлечение языками, я слышал, что вы не понимаете, когда русский артист поет на английском Ну нет, кому это надо, просто скажите, вот в России Вот у меня есть Life is Beautiful У меня этот припев напевался Я понимаю, что я не хочу английскую песню сочинять Я могу, но я думал, надо с русским текстом Я нашел выход А вот она для вас немного не характерна В основном у вас лирика, а Life is Beautiful Она такая мажорная, жизнеутверждающая Лет в восемь напевал Life is Beautiful И потом пришел текст Я пошел как-то в парк Как вот казахи делают, знаете А кыны, они едут, девушки, на протяжении четырех песен Это примерно два часа Они опевают все богатство поля Где два суслика пробегают Что вижу, то пою, да? Да, это нужно очень большую фантазию, чтобы опеть казахское поле Вот, и я пошел так же, опел все, что видел Опели парк Да 15-й год, 6 апреля Солнце забило в собою все щели И я один не спешу по улице Каждый прохожий немного волнуется В окрасках желтым и синего пола Мальчик засосанный в дырку айфона На солнце согреются сонные киски Девочка в парке Учит английский Beautiful Life is 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 beautiful Оранжевый двор, лиск, светая с брусчатки Остатки зимы и грусти остатки Песочница, два колокольчика смеха Рыцарь скучает в картонных доспехах В его ресторане и пусто, и тихо Похоже, его накрывает вертига Девочка в пальто, рывается в виски Ловкий карманник ушел по-английски Ловкий карманник ушел по-английски Животник высотем Ну а ждет за сонные киски И erste чехотем Пол Wyckary government εί jsem Ловкий карманник вышел по-английски Субтитры сделал DimaTorzok Из всех этих дней, что я прожил на свете Сегодня я понял, зачем нужны дети Зачем в переходе вскрываются маги Под видом цветочницы или бродяги И я непредвзято шагаю по улице Каждый прохожий немного волнуется Солнце залило собою все щели Пятнадцатый год, шестое апреля, бью-допол Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Life is beautiful Life is beautiful Павел, у Пикассо периоды творчества именуются цветами У вас их, наверное, можно охарактеризовать городами О петербургском периоде мы поговорили Вот московский, какими бы вы словами его описали? Я вышел, такая была погода, я на лавочку лег, смотрю в небо, я сочинил «Московскую одиссею» С этого начался московский период Я могу понять, как «World Music» Это музыка, которая не является ни бандитской, ни бобсовой, ни роком У нас очень мало музыкантов в «World Music» Это все вот, что Том Вейс, что Мишел Шок Это вы себя относите к этому направлению? Ну, Ленард Коэн, там важно, чтобы стихи были красивые тоже Ну что же, песня с прекрасными стихами Аплодисменты Выходя на арену Все замерают гладиаторы и дикие любви Когда в бетонную стену Ты, разбегаясь всю дурю своей головы Бросаешь ядра в молнии И добываешь и сметана людям Чистый ура И зал еще переполнен Но с каждой молнией тускнеет, темнеет экран Но кто тебе поверит Аж неспокойный век А у тебя на сердце Выпал первый синяк И кто тебе доверит И кто тебе доверит Секреты и мечты Когда из всех дверей Поешь уже не ты Аплодисменты И между вспышками камер Ты замечаешь знакомый неволнительный взгляд И ты своими руками Пускай в стену Небывалый такой разряд Все превращается в вену Все исчезают Гладиаторы и дикие любви Когда выходят на сцену Великий мастер Побелитель твоей головы Но кто тебе поверит Наш неспокойный век А у тебя на сердце Выпал первый снег И кто тебе доверит Секреты и мечты Когда из всех дверей Поешь уже не ты Но кто тебе поверит Наш неспокойный век А у тебя на сердце Выпал первый снег И кто тебе доверит Секреты и мечты Когда из всех дверей Поешь уже не ты И выходя на овену Браво! Еще немного поговорим о шоу-бизнесе И у вас сложились, ну, наверное, даже нежные такие отношения С противоречивой фигурой российского шоу-бизнеса Анастасии Волочковой Но ведь вы познакомились, когда она еще не была звездой Ей было семнадцать или восемнадцать лет, она работала еще в Мариинке и только начинались главные партии у нее Ну вот эту песню я как раз и сочинил Насте и про нас В твоей квартире чистота В твоей квартире чистота В твоем камине, Настя, не достает огня И, может быть, для счастья Немножечко, совсем, чуть-чуть меня В моем дому живет Платон Ветрархо и Наполеон Ветрархо и Наполеон Если ты накроешь На шесть персон Я приду к тебе первым слышать Как бьет по крыши слов Я приду к тебе, слышишь, Нася И раскрашу оранжевым весь твой Субтитры создавал DimaTorzok часто используют ваши песни в качестве саундтреков и для фильмов, и для сериалов, но для картины Андрея Соколова «Память осени», я так понимаю, что вы сначала написали музыку, и она даже была признана лучшей на фестивале в испанской Марбелье. Я сделал набросок на компьютере, послал Андрею, «Все, все, все, ничего, не меняй!» Говорит, что мы на студию называем, «Нет, не меняй, ничего!» Он взял набросок. Но соблазн был велик, и из этой музыки все-таки получилась песня. У меня был период, я много переводил французской поэзии, и даже слышал отзывы, что мои переводы самые лучшие. Павел, а вы говорите на четырех языках. Это какие языки? У меня пассивные, шесть языков. Роджера, романо-германский, испанский, итальянский, португальский, английский, немецкий. «Пьяный корабль» — это одно из центральных произведений. РМВУ, я, наверное, думаю, что большинство людей знают его по «Пьяному кораблю». Только там 24, четырестише, простите, я до семи сократил, ладно? Мои водой, заполненные дремы, Английским хлопком, ромом и зерном Вошли индейцы, резали угрюмом Оставшихся, не спасшихся вину. Мои пробоины, как холодные раны, А мы-то кровью матрасей и дикарей Я зеленья, дрейфуя к океану Как мертвый остров, снятый сикарей И первый шторм был лютый зол, Я танцевал над бездной океаном Вдали от глаз береговых огней И сладкая болт, как в ромбиратской знати Соленая волна для корабля Отмыт под плевоты и винных пятен Сорвало якорь с лопастью руля Я тихо плыл в светящемся настое В стихах волны по звук вселенских труб Надал назой в своем утро пустое В задумчивых скитающихся труб Я видел небо полным черных пятен И вихре уносящиеся прочь Зарю взлетевшим из черных голубятен И воронем спускавшуюся ночь В памяти птиц я провожаю трубы Я скрижищу зубами на луну От резких сорь я пью, впадая в ступор И падая на борт, иду ко дну Музыка 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 Я Соколова написал для фильма Память осень А потом думал, что такая музыка попадает Взял и рэмбо положил на нее Я правильно понимаю, что для вас Все-таки основа песни это текст? Ну вообще без текста мне грустновато На первом месте поэзия Да не то, что просто, когда есть что-то Что спеть, тут может даже не орать Оно само за себя говорит Ну орать прикольнее бывает Давайте представим музыкантов, которые помогают вам и петь, и орать даже в каком-то моменте Игорь Кравченко, барабанщик 18 или 19 лет мы вместе работаем Полгода, наверное, с Руфиной Ахмедшиной И Иван Кузнецов Мы с ним концертов пять работаем сегодня Следующая песня, настоящий хит Она называется таким уютным словом Так девушек называли в 19 веке Ласково называют И сегодня барышня А в клипе танец на гвоздей Возникла идея такого видеоаре Ну это была Ирина Миклошич Которую мы знаем как продюсер других еще групп И вот ей так привиделось Это была не моя идея Они сами все хотели Я один не хотел этих гвоздей Аплодисменты 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 Солнце и плечи и ветер и волосы Время устало делиться на полосы жизнь В обещании вечной весны. Я сочиняю вам стихотворение, Я начиняю его озарением. Барышня, барышня, вы безвозвратно пьяны. Дайте мне руку нынче непросто Ходить на мысочках по чистому воздуху в метре. От прокаженной земли. Я обеспечу вам ваше парение Тайными клятвами и уверениями солнца и ветер В бокале сухого шабли. Солнце и запахи белой акации В мае так сложно не пасть в левитации. Жизнь в ощущении легкой вины. Барышня, барышня, вы несказанно бледны. Бледная мимика скомканной грации Я обретаю удел декораций жизни С защищением легкой беды. Барышня, милая, ваши сомнения Лишь составляющая урадованения. Жизнь под лучами счастливой звезды. Барышня, милая, ваши сомнения Спасибо большое. Павел, вы уже сказали, что в Москве чувствуете себя вполне уютно. Остались ли какие-то ниточки, которые связывают вас с Петербургом? Вы приезжаете сюда только по работе, с концертами. И как здесь проводите время? Я приезжаю сюда с удовольствием, потому что раз, два, три месяца. Играем концерты, конечно. Следующая песня называется «Живи». Это воспоминание о любви, которая была в Петербурге? Это было так давно, что я не помню, как это было. Я только могу спеть и примерно представить. Живи, а чай моих отрада, Невидимый приют моей любви. Живи под небом Петрограда, Где ангелы поют во храме на крови. Ведь жизнь моя, ничто иное, но Роман о том, как я люблю тебя. Мистер. Роман о том, как я люблю тебя. Мистер. 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 Воплощение, кипящая река в моих руках Святых, внезапное освещение, Желанная строка на облаках. Ведь жизнь моя ничто иное, но Роман о том, как я люблю тебя. Роман о том, как я люблю тебя. Роман о том, как я люблю тебя. Ваш альбом «Гномики» вышел на виниле в свое время, и это, конечно, был статус такой, виниловая пластинка. По-моему, это была то ли последняя, то ли предпоследняя пластинка, выпущенная в виниле на мелодии. Это был конец вообще российского винила, и он закончился как раз на вас. Что вы почувствовали, когда на обложке пластинки увидели свое имя? Ну, я тогда себе казался очень важным. 23 года можно подумать, что это очень важно. Конечно, я этим не горжусь уже. 23 альбома. Какой из них вы больше всего любите? Какой вам кажется наиболее удачным? «Бледный герой». Каким получился альбом? Я так понимаю, что эта песня как раз заглавная. Да, заглавная песня, но просто, чтобы девушки рыдали, мужчины их утешали. Бледный герой – это не мой стиль, это не мой крой. Бродит, как и ветер, когда на земле штиль с черной Внутри дырой Реет по ветру бесцветный его флаг Дрожит под ногами твердь Ищет героя смертельный его враг Ждет за углами смерть Мир обесценен в твои шаги Небо не дышит больше любовью Беги, беги И только болью не гинь, не гинь Железной волей выжиби Бледный герой Это не мой стиль Это не мой крой Ходит, как и ветер, когда на земле штиль С черной внутри дырой О-о-о-о-о-о-о-о-о... Сердце героя Тонкий внутри свет Шепчет из сердца героя Немой бог Свой о любви бред Реет по ветру бесцветный его флаг Дрожит под ногами дверь Ищет героя смертельный его враг Что за углами смерти Мир обесценил твои шаги Небо не дышит больше любовь Беги, беги И только болью не кинь Не кинь Железной волею выживи Блядный герой Это не мой стиль Это не мой бой Ходит как ветер, когда на земле Штиль С черным внутри Ты рой Ты рой Ты рой Павел Я плакал, как напившийся ребенок Когда ступил на камни Ленинграда Он по мембранам барабанных перепонок Мне шел парадом Под градом взглядов шел Почти бежал я Контужен высотой И от испуга Непуганное сердце Разбивалось О каждый угол Я шел заискивал Не выспавшейся зыбки И свой путь искал Нетвердыми ногами Я брал за каждую фальшивую улыбку Поддельными деньгами Он был как сон Неадекватно длинный И только смутно пахнул Ленинградом Бездомным псом Ходил под топориным пухом Я как волк Под снегопадом Ну а с вами, дорогие телезрители, мы прощаемся До новых встреч в ритме Петербурга Я рифмовал себя, качая булку С поребриком, батлоном и парадным И все же в тексте голких переулков Я был нескладным Прошло сто лет уже с холодным сердцем И с острым взглядом беглого хирурга Я прилетаю снова отогреться В теплице Петербурга Я плакал, как напившийся ребенок Когда ступил на камни Ленинграда Он по мембранам барабанных перепонок Не шел парадом